Добрый день, уважаемые радиослушатели, продолжаем работу в прямом эфире, сейчас у нас на прямой связи будет профессор Латвийского университета Андрис Дененч, господин Дененч, добрый день. Добрый день. Да, ну можно сказать, что в какой-то степени премьер-министр Каринч вас услышал и он даже заговорил, да, вот буквально вчера с трибуны парламента заговорил, назвал такую фразу «вредоиндустриализация», ну, наверное, в переводе это такая умная или продвинутая реиндустриализация. Вы об этом давно говорили, о том, что, ну, невозможно, наверное, успешную экономику построить без какого-то производства, без инноваций, без вот продуктов с добавленной стоимостью. Можно ли сказать, что такое понимание хоть с опозданием пришло и к правительству? Ну, если ты задаёте вопрос, тогда я просто рад, что премьер-министр такое сказал. Безусловно, чтобы идти дальше, в экономике надо инноваций, и на инновациях базируется вся экономика будущая. Хотя это время, в котором мы находимся сегодня, много инноваций уже внедрено, много инноваций внедрено в жизнь, начиная обучением, кончаясь медициной. Так что мы идём вперёд. Что касается, вот действительно, распределения средств, в том числе вот этого знаменитого фонда Европейского Союза по оздоровлению и устойчивости экономики, так можно перевести этот фонд, пока, к сожалению, вот реальные дела не подтверждаются, не подтверждают слова господина Каринча, но мы видим, что опять-таки эти деньги пытаются как-то размить по министерствам, по ведомствам и в реальный сектор экономики. Ну, по крайней мере, вот этот проект, который был первоначальный, там совсем мало, по-моему, 13-14%. Да, это совершенно верно. 13-15% идёт в реальные деньги, на реальные дела. Ну, что я могу сказать? Я давно уже говорил, что не надо опираться на европейские фонды. Хотя это значительная часть, которая в экономику ходит. Но здесь правильно сказали, что никто не знал, сколько этих денег будет, во-первых. А когда эти деньги появляются, тогда начинается там рвать одеяло на все стороны. Поэтому так и происходит. И 15% только от этих деньгах сегодня в реальной жизни вошли. Да. Вот на ваш взгляд, всё-таки частный сектор или бизнес будет готов всё-таки вот эти деньги, если так можно сказать, освоить? Потому что в любом случае должны быть проекты, ведь никто не даёт деньги вот просто так на проедание. Я уже сказал, что не надо опираться на деньги, которые дарит Европейский Союз. Надо зарабатывать деньги, надо зарабатывать, во-первых. И в мире есть и существует огромное количество денег, которые не связаны с Евросоюзом. И надо уметь пользоваться этими деньгами, которые огромные, огромные. Просто должны быть знания и должен быть подход. Но чтобы опираться на подаренные или даренные деньги, это не бизнес. Да. Вот что касается нынешней ситуации, мы знаем, что сегодня правительство в 15 часов будет обсуждать определённые такие вот новые ограничения. Ну, я так понимаю, что коалиция достигла договорённости о таком умеренном варианте, где, ну, фактически запретят работать, ну, кроме каких-то производств, очно. В основном всё будет переведено в удалённый режим. С одной стороны, вроде бы это кажется логичным. С другой стороны, всё-таки мы не Германия. Возможности нашей экономики не столь велики. Подушка безопасности тоже не столь велика. Вот нет ли здесь опасений, что мы всё-таки вот подрежем вот окончательно нашу экономику? Я хочу подойти к этому вопросу с двух сторон. Во-первых, конечно, мы должны принимать меры, как отойти от пандемии. Это однозначно. От этого... Тут вопросов нет. И если там есть какой-то риск, который на будущей, на следующей неделе, даже нескольких месяцев, что это может увеличиться, количество заболевших, тогда обязательно надо дополнительные меры принимать. С другой стороны, правильно вы отметили, что как это повлияет на экономику? Экономика, ну это, во-первых, я могу сказать, это долгий процесс. Это на три года приблизительно. Никто не говорил откровенно. Я говорю откровенно. Это приблизительно три года. Пока это все лекарства, все прививки и всё остальное не будет с гарантией, тем это не закончится. Это три года как минимум. Может ли продержаться экономика Латвии до три года с ограничением? Да, здесь действительно, с другой стороны, здесь очень нужна помощь. И европейская помощь есть. Только как правильно эти деньги делить, правильно вы уже отметили. Но экономика в три года не продержится. Это сто процентов. Это понятно, да. Вот что касается вообще интересной логистики, ведь выявили, что мы готовы тратить вчера, об этом говорил премьер-министром, какие-то сотни тысяч евро на какую-то рекламу вакцинации. Вакцин, во-первых, нет. Во-вторых, те маленькие дозы, которые к нам прибывают, мы даже не можем их развести. То есть что-то здесь вот в этой системе организации хромает? Ну, здесь однозначно хромает. Я не знаю, как руководитель хора, даже руководитель праздника песни и танца Латвии может руководить бюро вакцинации. Это меня удивляет. Это удивляет настолько, что я не могу понимать, как это может быть вообще. Потому что тут же все видно. Нас обманывают. Поставщики обманывают. По лекарствам, по качеству, по количеству. Поэтому мы находимся сегодня на последнем месяце в Европе Евросоюзе по вакцинации, по проценту вакцинации. На последнем месяце. Вот тут, премьер, надо подумать, что делать. Конечно, надо принимать срочные меры, чтобы это изменилось. Это однозначно. Логистика – это просто обман. Если там был сильный, амбициозный мужчин, который непосредственно контактировал с производственниками, которые производят лекарства и логистикой, тогда там было совершенно по-другому. Здесь надо менять в срочном порядке. Все. Нет вопросов? Ну, я думаю, что это еще, мне кажется, когда премьер-министр говорит о том, что мы становимся посмешищем, обсмеклись, такое слово он употребил. Да, так и есть. Но ведь фактически это еще, мне кажется, поскольку все-таки вы и преподаватель, это какой-то, мне кажется, плевок и в систему образования, при всем уважении к организатору праздника песни. Но не должно быть такой ситуации, что бюро вакцинации возглавляет человек, который вообще даже не знает, что такое вакцинация. Ну, все-таки, да, мне кажется, что... Я об этом и говорю. Я удивляюсь каждый день, каждый вечер, когда слышу там новости, и днем, когда едем на машине, и слышу радио. Каждый день я удивляюсь. Ни одного положительного момента, ни одного, ни одного. Есть какие-то разговоры, какие-то там прогнозы избивающиеся, и там ни одного положительного момента нет. До сих пор месяц уже работает. Ни одного момента положительного. Куда мы идем? Да, интересно. Я думаю, что это можно и продолжить. Даже вот сейчас обсуждается, вы тоже, наверное, следили за этими дискуссиями, хотя бы краем глаза, по поводу изменений в законе о высшей школе, где фактически, я так понимаю, что все встревожены, и ректоры государственных вузов, и частных вузов. Но такое ощущение, что их вообще не слышат. Ну, здесь вопрос, конечно, немножко такой сенситивный. Потому что образование, все это, что касается пандемии, на образование это влияет очень существенно. Я думаю, что эта отрасль, начиная с школьным образованием до высшего образования, отрасль, которая пострадала по существу. Не дай бог, чтобы это вошло в систему, чтобы это отдаленное обучение вошло в систему. Потому что это, я скажу откровенно, это не обучение. Это не обучение. Обучение, когда человек чувствует человека, когда учитель чувствует школьника, когда преподаватель чувствует студента, ученую, тогда это образование. Ты чувствуешь и знаешь, что надо акцентировать, что меньше коммуникации должна быть. Да, вы, наверное, правы. Потому что, когда говоришь со студентами, они сами признаются, что они сами чувствуют, что качество образования снижается не потому, что там преподаватели плохие или студенты ленивые, а потому что вот этого нет, во-первых, человеческого контакта. Да, невозможно в любой момент задать вопрос. Нет возможности в аудитории поговорить с преподавателем, подискутировать со студентами. И потом вот тебе тяжело представить, насколько качественно можно вообще сдавать даже экзамены в таком виде, где какой-то компьютер стоит, какой-то тест. Но это же все несерьезно, мне кажется. Ну как, ну это очень несерьезно. Если смотреть школу, тогда... Мне очень понравилась одна передача, которая была на этой неделе. Я редко смотрю телевидение по таким передачам, но как-то получилось. И когда один из родителей сказал, что он теперь знает биологию, знает доброземенность. Да. Это природовидение, да. Натуральные науки, арифметика и все остальное. Это один из родителей сказал, конечно, насчет экзамена я понимаю. Один школьник у компьютера, маму у другого компьютера, а папа на кухне, а папа в туалете на телефоне. И все, это сдаем экзамен. Да, ну это же... Такое мое представление, не потому что я не знаю, как можно заочно сдавать экзамен. Это только очно. И хорошо, что появилась такая новость, что экзамен надо будет сдавать в очную. Ну да, конечно, порядок там должен быть, определенный соблюдение всех правил ковида, протокола и все остальное. Ну, конечно, только в очной школе. Это обязательно в высшей школе, потому что я предпочитаю студентам, которые есть очень много, в 40 или 50 стран, точно не могу сказать. Они, конечно, сейчас в связи с пандемией находятся дома, в своих родных местах. И, конечно, там по-другому... Мой подход там есть по-другому. Но в школе должен экзамен быть только в очной. Да, вот интересно, вы сказали очень такую интересную вещь по поводу иностранных студентов. Это, кстати, говорит о том, что раз столько иностранных студентов у нас учатся, ну, сейчас понятно, что удаленно, но это говорит о том, что у нас уровень-то образования совсем неплохой, как пытается кто-то представить. Я могу сказать, уровень образования у нас очень высокий, кстати. То, что мы там не ходим, там университет, в латвийском университете ходит, ходит 500 университет в топ, топ 500 или топ 500 ходит. Но я могу сказать, что уровень у нас образования высокий. Это означает, что... Что подтверждается и количеством студентов, которые учатся в латвийском университете, очень много студентов. Я говорил уже, что я преподаю студентам... Вы на английском им преподаете, да? Да, конечно, на английском. И где-то 40 или 50 стран представляют. Так что это означает, что... Это подтверждается, что уровень у нас высокий. Что касается среднего образования и школьного образования, я тоже скажу, что высокий, потому что, сколько я слежу, тогда наши школьники участвуют в олимпиадах разных и занимают призорные места. Так что могу сказать, не надо ломать того, чего не надо ломать, потому что, скажем, реформы ради реформ не нужны. Реформы нужны, чтобы делать что-то лучше. То, что я говорил всегда, надо инноваций, то, что дает дополнительные синергии. Вот это и есть реформа. Вот подтверждение ваших слов, буквально на этой неделе появилось такое, ну, воззвание наших фармацевтических компаний. Мы знаем, что все-таки у нас эта отрасль достаточно хорошо развита. Там и Гриндекс, и Оуэнфарм, и другие предприятия, они говорят, что надо уже правительству сегодня думать, наверное, не только о том, как напечатать газету о вакцинах, газету в наше время, да, 820 тысяч экземпляров, а нужно думать о том, как самим начать производить вакцину в будущем, поскольку нельзя исключить, что вот этот вот COVID станет таким сезонным, и вакцина нам еще понадобится. Это же не одноразовая акция. Но пока я так понимаю, что от правительства никаких сигналов не поступало. Ну, от правительства я не могу сказать, поскольку, скажем, у нас самые дружеские отношения с Кировом Литманом, который президент Гриндекса, и я знаю, разговаривав с ним по этому поводу, они работают над этим вопросом. Это я могу сказать откровенно, потому что работать уже, не то, что там несколько недель, уже полгода работать. Так что делать, независимо от того, что принимает какие-то решения правительство, потому что Гриндекс – это самый инновационный, скажем, предприятие. предприятие, предприятие, которое имеет департамент или отделение, research and development – это исследование, да. Исследование и развитие. И действительно там целый институт работает, институт органической химии. И я могу сказать, что Игорь Скаловнич, профессор и президент Академии наук, работает над этим вопросом, я знаю просто, потому что они очень хорошо знакомы мои. Да, вот, наверное, у вас и студенты спрашивают или будут спрашивать, изменится ли, я не знаю, экономическая наука, экономическая мысль в рамках этой пандемии, потому что очень часто я слышу от многих иностранных таких вот экспертов, что вот этот экономический кризис, он все-таки несколько иной, чем тот, который был, который мы все помним в 2008-2009 году. Да, это совершенно другое, это совершенно другое, хотя это тоже кризис, который не на один год, это надо откровенно людей предупреждать, это на три года как минимум. Да, все эти разговоры о том, что летом все улучшится, это неправда. Нет, это улучшится, когда будет действительно лекарство, которое действительно дает эффект. А что касается изменений экономической науки, ну, могу сказать, чтобы слушатели знали, что экономика – это одна отрасль, а отрасль – это научное управление. И я могу сказать, по экономике, конечно, изменится, изменится, но экономика зависима от обстоятельств, которые существуют кругом. Ну, это так называемые внешние факторы, и пандемия – это влияет очень. Что касается наук управления, тогда, я могу сказать, сегодня уже изменилось. Управление отдалённым в виде – это меняет всю систему управления. Там должны быть исследования, которые по социальному и по финансовому эффекту как и влияют. Потому что я могу сказать однозначно, как бы ни говорили, что социализации отсутствует. А управления без социализации не существует. То, что только через интернет – это не то. Социализации, когда ты, по-английски называется, face to face или глаз в глаз, ты видишь, с кем разговариваешь, как делаешь, какие выводы делаешь. Потому что управленческая наука – это дело выводов. Decision making, по-английски называется. Какие выводы мы делаем. А когда ты не видишь партнёра живую, какие там выводы могут быть. Так что, конечно, есть места, где в отдалённом виде, что можно всё управлять. Но в целом, не дай бог, чтобы это превратилось в систему только через интернет. Вот не могу вас не спросить о последних таких действиях правительства, которые уже кто-то окрестил как вот такие вертолётные деньги, сбрасывание денег с вертолёта. С одной стороны, понятно, что слишком долго правительство не оказывало такую адресную материальную поддержку населению. С другой стороны, вот сейчас мы видим, что госкасса уже заняла 1,2 миллиарда евро на этих международных рынках за короткое время. Сейчас, я так понимаю, мы сотни тысяч, сотни миллионов оказываем поддержку семьям с детьми и пенсионерам. Вроде бы это надо, но как долго мы сможем за счёт заёмных денег вот так раздавать финансы? Я уже сказал, что это недалёкий процесс, это недалёкий, это, ну, во-первых, конечно, система, это пандемия, которая во всём мире глобально существует, конечно, влияет. Но с другой стороны, надо иметь в виду, что в принципе, мне кажется, что надо передумать систему пенсий, пенсий. Потому что во многих странах такая система вообще не существует. Израиль, Китай. И чтобы надо законодательно поставить то, что не государство заботится, а то, что каждая семья, каждый близкий заботится о своём близком. В том системе, в другом. Надо, конечно, я всё понимаю, очень я понимаю. Ну, и хотя я в бизнесе каждый день сегодня тоже. Я всё понимаю, но всегда я говорю, что каждому надо сперва начинать с себя. Заботиться ты должен про себя всю жизнь. И тогда на пенсионном возрасте тогда проблем не будет. Нет. Да. Вот вы уже упомянули эту удалённую работу. В том числе, как мы знаем, и чиновники переведены на удалённую работу. При всём к нему уважении, наверное, тоже возникает вопрос, нужно ли нам, может быть, пересмотреть вот этот состав и расходы на госаппарат, на госуправление. Это однозначно, что надо пересматривать. Это однозначно, потому что 200 тысяч людей, занятые в госаппарате, так называемым чиновникам. Это, конечно, ненормальная цифра для такой маленькой страны, где 1,8 миллиона всего жителей и 200 тысяч заняты в аппарате управления государственным или муниципальным. Это совершенно неверно. Это существенно надо снизить. Хотя, с другой стороны, вы задали вопрос, я могу сказать, что самые умные в IT-технологиях это чиновники. Ой, да, это правда. Почему? Потому что у них хватает времени, чтобы все это днем изучить, а вечером идти отдыхать в дом. Все. Да, кстати, говоря, потому что все, кто занят ежедневной работой, в том числе в бизнесе, но у них даже нет времени столько заниматься. там-то и дело. Чиновников есть, чтобы учиться новейших и потом показывать, что там присылают в таких видах имейл, которые нельзя открывать, потому что они знают, потому что у них время есть, чтобы это учиться, изучить, изучать. И поэтому конечно надо наполовину, могу сказать, 200% можно сократить. Да, вот еще такой вопрос, который не могу мне задать, что касается нашей налоговой системы, мы знаем, что даже пандемия не помешала те или иные налоговые изменения опять внести, там говорят о едином налоговом счете, но многие обращают внимание, что сейчас было не самое подходящее время ликвидировать те же микрики, так называемые микропредприятия, поскольку они все-таки давали людям работу, это лучше, чем человек пойдет на биржу труда и будет получать пособие из госбюджета. Однозначно, что это не было то время. С другой стороны, нельзя подходить волонтарно, как это делал предыдущий министр финансов, там за три месяца можно придумать новую систему налогов, нельзя, так нельзя делать, во-первых, это смешно и абсолютно, я не знаю, как премьер Кучинский позволял так делать. Система налогов, которую разработал Кодолинч, до сих пор существует, как система, но политики, которые приходят власти, думают, что каждый налог просто так можно поменять. Ну, Готман поменял налог на имущество, Юрмал, людям потом не могли заплатить налог постоянные жители, которые с эпохами живут. А налог это исследование, во-первых, каким образом мы идем дальше. Мы не можем только смотреть, что нам надо покрывать, как это делает, как это бюджет делается, как это все, это не так, это совершенно по-другому. Мы должны идти вперед, смотреть, как развиваться, как инновации, как эффективность повысить, не то, что смотреть, как покрывать дырки. Если будем только смотреть, как покрывать дырки, развития не будет. Так что однозначно налоговая система это очень сенситивная и не надо каждому политикам хвастаться это даже смешно. Мне просто обидно, когда за три месяца говорят, о, мы там разработали новую налоговую систему. Смешно. Исследование должен быть иностранный опыт, должны привлечены ученые, должны привлечены эксперты, которые этим занимались в других странах. Нам же не надо изобретать велосипед заново. Нам надо использовать то, что существует в мире и сделать систему. Но это невозможно сделать систему за три месяца. Это требует два года. Может быть, такой вопрос хотел вам задать. Он связан как раз с тем, что вы говорили об инновациях. Зачастую, не зачастую, а очень часто это связано с инвесторами, которые бы приходили сюда и инвестировали в Латвию. Но мы знаем, что сейчас у целого ряда инвесторов, особенно иностранных, да и, кстати, местных тоже возникли даже такие простые вопросы не могут решить, как открытие счета в Латвийском банке. Но мы знаем, что сейчас борьба с одной стороны вроде бы и правильная, борьба с отмыванием денег, мы с одной кранности... Это не борьба с отмыванием денег, это совершенно другое. Извините, что я прервал. Да, 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 ну вот расскажите, что же это? Да, это совершенно верно, потому что особо с Россией, инвесторов, которые с Россией, у нас очень много россиян, которые инвестируют здесь в Латвий, очень много. У них действительно проблема, чтобы перевести деньги из России в Латвий. Это не вопрос, то, что там обмывание денег, это только, это, так сказать, задним кадром. Это абсолютно неверная политика, потому что Россия очень большая страна, и россиян здесь очень много, которые инвестируют, и нельзя, не должны быть препятствий, потому что я могу сказать, Светбанк, например, закрывает, не спрашивает, что и какие там исследования, просто так закрывает, если денег переводится из России, закрывает счет. На всякий случай. Светбанк, это однозначно, однозначно. Нет, не буду скрывать, я просто это знаю, у меня там проблемы были с переводами. И то, что это закрывает даже банки, как Айскоксбанк, ну, как бы там ни было, был там Корея северная, или там не было, ну, как бы там ни было, в любом случае, премьер должен сесть в самолет и лететь в Америку, потому что все действия, которые здесь принимаются, исходят из Америки. Это значит, это уже 30 лет назад было, 25-20, сегодня это однозначно, закрывается Айскоксбанк, это премьер должен был сесть самолет, ну, конечно, проблемы с английским языком, если премьер проблемы, тогда что он там будет делать, конечно, там же надо один на один говорить, и надо не то, что, скажем, надо объективно доказывать то, что делается верно, и то, что не делается верно, то, что с переводом из России денег, это абсолютно чушь, это мне непонятно, мы тормозим экономику развития, это однозначно, это абсолютно я не знаю, почему наше правительство и наши действительно чиновники фуктов, в том числе, почему так реагируют, только, скажем, голову клонить вниз и говорить, да, 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 нет, наоборот, тебе надо голову поднимать и говорить, давай будем говорить, что и почему, да? ну да, мне кажется, все-таки надо защищать латвийскую экономику, латвийский бизнес и финансовую. Есть государственные институции, которые не только, скажем, должны проверять, но должны защищать. Нет ли у вас вообще опасений по поводу того, как мы дальше будем зарабатывать, ну, сейчас вот нам предлагается какая-то реформа портов, коалиция долго обсуждала, это все, конечно, хорошо, можно по-разному там создать государственное какое-то акционерное общество хотят по управлению портами, можно с левой стороны заходить, с правой садиться, ну, а ведь от этого не появится груза, ведь самое главное, где мы сейчас будем брать грузы, особенно учитывая, что на Россию и Белоруссию мы больше, ну, рассчитывать не можем. Да, очень большой спад грузов из Белоруссии и России, конечно, очень большой, это критический, я скажу даже, спад через железную дорог, которые происходят, через порты, которые происходят, но здесь вопрос чисто политический, я не понимаю, почему у нас за 25 лет не улучшилось отношение с Россией политическое, да, было время, было, да, конечно, истории там не изменишь, мы пострадали очень, Россия это не признает, ну, что поделаешь, и всегда будешь думать о том, что так было в 40-м году и там в 45-м, а сегодня уже 2021 год, надо эту историю, ну, не скажу, что закрывать, но надо иметь отношения, политические отношения с Россией, с Белоруссией у нас, кстати, я думаю, что неплохие отношения были, ну, сейчас, конечно, Лукашенко там усложнился, эти отношения, но с Россией у нас должны были быть намного лучше отношения, это политический вопрос, однозначно, как будут развиваться в дальнейшем порты, как будет железная дорога, это политический вопрос, это однозначно, и этим вопросом, если я бы был премьер-министром, это был бы один из основных вопросов, с чем начинать. Ясно, ну что ж, будем надеяться, что к вам тоже прислушается профессор Латвийского университета Андрис Денич был у нас в прямой эфире, большое спасибо. Спасибо, всем слушайте. Спасибо.